Первый в истории страны год изобретательства и инноваций официально стартовал в Ульяновской области. Регион выбран не случайно. В этом году ему присвоен статус столицы Российской Федерации в области изобретательства и рационализаторства. Ульяновская область сегодня является лидером в Привожском федеральном округе по изобретательской активности, если мы берем количество патентов на изобретение и патентов на полезную модель. Номер один в Привожском федеральном округе. Ульяновская область входит в десятку лидеров по территории всей страны. В программе года более 200 тематических событий различного уровня и масштаба. Условно их можно разделить на три составляющие. Первая часть связана с популяризацией изобретательской деятельности. Сюда войдут образовательные мероприятия для молодежи и сотрудников промышленных предприятий. Большое внимание мы уделяем не только популяризации, но и реальным инструментам поддержки. Впервые в России у нас начнет работать уже в марте этого года многофункциональный центр изобретательской деятельности. Это место, куда могут обратиться как начинающие изобретатели, люди, увлеченные изобретательством, так и уже имеющие опыт. Центр будет работать по принципу консультативной помощи. Ученые смогут обратиться к примеру с вопросами по оформлению своих изобретений. Третья составляющая года касается финансовой поддержки изобретателей и рационализаторов. Это субсидии на оформление идеи или патентов, а также средства на проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. В общей сложности на эти цели предусмотрено 6 миллионов рублей. Здесь абсолютное большинство совершенно молодых людей, которые выросли, а может быть даже и родились уже в современной России, не знают, не помнят о том, как изобретательство и рационализаторство поддерживалось на всех этапах, начиная от младшего школьника в Советском Союзе. В этот день также озвучили имена финалистов и победителей областного конкурса «Лучшее изобретение». Мы с моим научным руководителем разработали и запатентовали два изобретения. Основаны они на унифицированном трансформаторном транзисторном модуле для пуска асинхронного электродвигателя. Это очень широко примененные двигатели у нас на промышленности, производстве. Мы занимаемся научным исследованием, связанным со средствами механизации поверхностной обработки почвы. То есть мы разрабатываем новые машины, новые орудия для того, чтобы процесс обработки почвы был более качественным, более эффективным. То есть все это будет способствовать в итоге повышению урожайности возделаемых культур. Кульминацией года изобретательства и инноваций станет первый в России национальный форум изобретателей России, который пройдет в октябре. Рината Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульянской правды.